и соответственно делением. Давайте посмотрим на первый пример. Здесь хоть мы и можем, конечно, расставить плюсы перед каждым из букв, но это нам не помогает. Давайте сейчас нам нужно найти, как всегда, А. И чтобы это сделать, мы не можем добавить, прибавить с двух сторон что-нибудь. Например, если бы мы попробовали с двух сторон прибавить В. То есть мы говорим, давайте прибавим В с двух сторон сюда и сюда. То есть перепишем наш уровень А делить на В плюс В равно С плюс В. Вот эти две вещи не могут сократиться. Да, но это то же самое вы можете себе представить, например, 4. Давайте 12 разделить на 2 плюс 2. Это не будет равно 12, правда? То есть я не могу сделать так. Это сократило. Это сократило, получается, 12 равно 12. 12 делить на 2 плюс 2. Это здесь 6. 6. Плюс 2 это 8. То есть вот так вот сокращать я не могу. Что же делать, спросите вы? Сначала, конечно, стереть все эти цифры, чтобы не было мусора. Придется умножать и делить. Каким образом? Если мы хотим избавиться от буквы В здесь, чтобы от нее избавиться, нам нужно обе стороны сверху умножить сверху умножить на В. Как это сделать? Не забываем, что С это то же самое, что С делить на 1, правда? И не забываем еще, что К умножить на Л делить на М. Это то же самое, что К умножить на Л делить на М. Да? Это тоже все знают. Ну, то есть как мы там посередине эта буква или сверху, это неважно. А теперь умножая на В с двух сторон, что получается красненьким добавим. Здесь не плюс В, а умножить на плюс В. С двух сторон, справа и слева. Что получается? А делить на Б умножить на Б равно С умножить на Б. Да, мы помним, что А умножить на Б идет наверх. И здесь, и здесь. Просто такая форма записи. Теперь, что происходит дальше? Мы тоже помним, что, например, 2 делить на 2 равно единице. А единица умножить на любое число, например, К равно к тому же самому числу. Да? Поэтому 2 и 2 как бы сокращаются. То есть между них остается единица. То же самое происходит здесь. Б и Б сокращаются. То есть вместо них остается единица. И у нас остается выражение. А умножить на 1 я пока напишу. Равно С умножить на Б. Да? Я эту единицу написал вместо двух Б, чтобы вы поняли, как именно сокращаются Б. Да? Б делить на Б это единица. То есть вот и вам ответ А равен С плюс Б. Ой. С умножить, конечно же, на Б. Еще один более сложный пример. Давайте идем на какой-нибудь вроде такого. А умножить на... Нет, еще посложнее. Д умножить на Е умножить на Ф поделить на Б, А равно С делить на Д. Пускай будет С делить на Д. Чтобы Д было с двух сторон, вообще непонятно. Конечно, это можно решать пропорции, и иногда стоит. Но делая, как мы делаем математикой для роботов, только с двух сторон, бросая что-то куда-то, чтобы избавиться от всего. Значит, от чего нам нужно избавиться? От Б, от Д, от Е и от Ф. Как это сделать? Ну, давайте тогда с двух сторон умножим и поделим на все эти числа. Значит, записываем. Д, Е, Ф делить на Б, А. Я здесь место оставлю. Равно С делить на Д. Значит, чтобы избавиться от Б, добавим Б внизу, да? Добавим вверх Б. Чтобы избавиться от Д вверху, добавим вниз Д, добавим вниз Е, добавим вниз Ф. Но точно такую же штуку нам нужно, вот точно такую же штуку нам нужно вписать в право. Поэтому и вписываем в право. Д одно и то же. Но одно и то же – это главное правило. Умножать с двух сторон. Значит, что происходит тут? Б, Б сокращается, Д, и Д сокращается, Е, и Е сокращается, Ф, и Ф сокращается. Что у нас остается? И вот здесь очень важный момент, потому что многие сразу же пишут ответ, да? А равно вот этому. Но не стоит так быстро бежать к ответу. Нужно не забывать, что здесь сверху не остается ничего, да? Это не ноль. Сверху остается единичка, да? И она, ее нам нужно пронести до конца, потому что ответ иначе будет неправильный. Единица делить на А равно С делить на Д, ну и потом дальше умножить на Б, а здесь поделить на Д, Е, Ф. Кстати, Д умножить на Д – это Д в квадрате. Поэтому я заменю их. Да, ну так будет удобнее. Теперь, что делать здесь, если это еще не ответ? А почему это не ответ? Да, ну, например. Например, единица, если бы мы хотели записать таким образом. Единица делить на А равно 5. Значит, А равно 5. Это будет неправдой. Да, потому что, например, если мы вспомним, заменим А на какое-нибудь число. Единица делить на А. На А. На А. Значит, я здесь что-то затормозил. Подумал над примером. Да, если бы А было равно 5, мы вставляем единица делить на 5 равно 5. Да, это неправда. Так, нет. Да, если я разделю 1 на 5 частей, 1 на 5 частей, то у меня получится 0,2 в каждой части, а не 5 вдруг. Поэтому так думать неправильно. И еще раз все смотрим. Что же делать? Мы можем только с двух сторон делать что-то одинаковое, вещь. И, как оказывается, здесь нужно с двух сторон сделать одно и то же, а именно перевернуть дробь. Перевернуть дробь. Получается, А делить на 1 равно Д квадрат Е Ф делить на ЦБ. Вот форма ответа. А делить на 1. То же самое, что А. Ответ. А равно Д квадрат Е Ф разделить на ЦБ. Конечно же, переворачивание дроби это действие чуть-чуть такое сжатое. На самом деле, что мы сделали здесь? Давайте я зазумлю и напишу. На самом деле, что мы делаем здесь? Здесь мы умножаем сначала с двух сторон на А. То есть, получается, если мы умножим с двух сторон на А, мы можем записать свой ответ таким образом. А делить на А равно С умножить на Б умножить на А поделить на Д квадрат Е Ф. А А сокращается. Теперь избавиться нужно от всего этого огромного куска. Как это сделать? Умножить на противоположный ему кусок. То есть, здесь, где А делить на А, остается две единички. То есть, единица делить на единицу равно С Б делить на Д квадрат Е Ф. Все умноженное на А. Да? Мы берем и с двух сторон умножаем. Здесь умножаем на Д квадрат Е Ф деленное на СБ. И здесь умножаем на Д квадрат Е Ф Четырочка стала плохо писать. Деленное на СБ. С правой стороны все сокращается. С и С Б и Б Е Е Ф Ф Д квадрат Д квадрат А здесь все остается. И вот вам тот же самый ответ. А равно Д квадрат Е Ф поделить на СБ. Ну, а тот записан справа или слева. Это не важно. Ну, вот примерно как работает математика с умножением и делением. Да, мы начали с простого примера. Поняли, что сложение здесь не годится. Нужно умножать. Умножили. Мы учились решить более сложные примеры. В следующем видео постараемся скомбинировать два предыдущих подхода, где был плюс и минус. Продолжение следует...